Дота 2 хаос – это отличное место, чтобы выиграть вещички по доте 2. Здесь есть куча интересных режимов – спинкин, трипл, сундучки, дабл и прочее прочее прочее. А баланс можно пополнять хоть скинами и даже получать бонусы абсолютно на халяву. Ссылочка в описании. Всем привет, это ТОП ДОТА. Хотел я подольше поотдыхать, но вдруг понял, что лучший отдых – это делать видосики, тем более после долгого перерыва. Так что в ближайшее время будет много разного всякого контента и… готовьтесь, а пока можете прожать свой новогодний лайк и посмотреть на старую Медузу. Вообще персонаж выбран здесь не случайно и о нём действительно есть что рассказать, потому что случись чудо и попади этот герой в нынешние реалии доты – все бы просто охренели. И сейчас вы поймёте почему. Думаю вам понравится. Итак, начинаем. Перед нами Медуза образца 2004 года. Только добавленная, не настроенная и ещё совсем имбанутая. Начнём давайте… сначала. С первого скилла. И уже здесь нас ожидает дичь. Первый скилл – это что бы вы думали? Правильно! Ультимейт Шадоу Демона. Почему нет? Самый настоящий пурш, схожий с эффектом диффузов. Замедление передвижения, замедление скорости атаки и что самое главное – тот самый пурш. Что этот скилл здесь делает и почему его можно качать с первого уровня – никто вам не скажет. Кроме Айсфрога 13-летней давности, унюханного кокаином. Думаю, как-то так этого герои и придумывали. А вот следующая способность не такая уж и весёлая. Это примерно всё та же змейка, отскакивающая от врага к врагу, как во второй дотке, только она здесь не высасывает ману. Это, блин, реально печаленько, но герой тут и так сверхжёсткий, так что сильно горевать по этому поводу не стоит. Вы бы без халявной маны всех тут нагибали, просто поверьте. Но что касается цифр, то тут это 9 отскоков на последнем левеле и 300 урона по первой цели. Фармить, отпушивать и давать в замесах можно, а большего то нам и не нужно. Идём дальше. И дальше у нас снова пошла жара. Тут расположен сплит урон, то есть разделение автоатак на несколько целей. Но знаете, что самое интересное? Здесь это пассивка. То есть вы вкачиваете один раз и потом не надо ничего включать или выключать. С этого самого момента абсолютно все атаки будут идти по нескольким целям, если быть точнее, по шести целям, если способность вы успели замаксить. Но что ещё жёстче, так это то, что никакого штрафа на урон по соседним целям здесь просто нет, вот прям абсолютно нет никакого. Вы будете пулякать с полной силы по шестерым целям. Походу в 2004 слабо понимали, что такое баланс, так что давайте простим этим ребяткам такие чудесные характеристики скиллов. Больше тут ничего и не придумаешь. Только взять и простить. Ну и ульта. Здесь она не такая как во второй дотке, но тем не менее скилл этот должен быть вам знаком. Это мана шилд. Но здесь он не бракованный китайский как у нас, а качественный древнегреческий. Здесь маной поглощается не 60% урона, а все мать его 100. То есть буквально можно сказать, что всю вашу ману можно умножить на 2 и прибавить получившееся число к вашему хп. Думаю вы представляете насколько живучая херня получилась в итоге, особенно на минуте 40-50. Кстати, практически не сомневаюсь в том, что были извращенцы, которые собирали Медузу через Бладстоун. А почему бы и нет собственно. Ну и на этом со скиллами всё, в остальном же это была всё та же Медуза, возможно с чуть менее красивой моделькой. Пишите играли ли вы в те времена, пишите как бы вы собирали такую Дузу в текущих реалиях, ну и вообще делитесь впечатлениями о герое. А я с вами прощаюсь, аж до завтра, надеюсь услышимся. Удачи!